МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Калиновке прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню Победы. Вот уже который год, вот уже которые десятилетия мы с вами вместе, в этот день приходим сюда. Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, сотрудники администрации и представители территориальных отделов поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. И открытка от губернатора и от главы Ленинского городского округа. В Виндовском сквере «Юность» новая экспозиция – 80 лет победы в Курской битве. Мы рассказываем здесь историю самой Курской битвы, показываем фотографии наших земляков, принимавших участие. В преддверии Дня Победы в деревне Калиновка прошел торжественный митинг. Мероприятие было организовано у храма Иоанна Предтечи, построенного в честь погибших земляков в Великую Отечественную войну. Подробнее в нашем сюжете. Великая победа и подвиг русского народа всегда в сердцах потомков. В преддверии 9 мая почтить память невернувшихся с полей сражений земляков пришли жители деревни Калиновка и представители территориального отдела «Горки Ленинские». Вот уже который год, вот уже которые десятилетия мы с вами вместе в этот день приходим сюда, чтобы отметить, все-таки в первую очередь это праздник. Да, он со слезами на глазах, но это праздник. Это праздник победы нашего народа. И мы приходим не просто поздравить друг друга, но, конечно, отдать дань памяти тем, которые не пришли с полей сражений. Посетил мероприятие председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. У нас это своеобразная, если так можно сказать, точка притяжения. Во-первых, жители здесь, что называется, берут все в свои руки. Здесь у нас всегда чисто, спокойно. Здесь у нас дежурит казачья патруль. И храм рядом, естественно, место, где мы можем собраться, провести митинг в честь памяти, отдать дань памяти нашим павшим погибшим воинам. Торжественный митинг прошел около памятника погибшим воинам. Здесь же расположен храм Иоанна Предтечи, который был возведен в 2013 году по инициативе местных жителей. Как отметила Валентина Федотова, важно не прерывать связь поколений и делать все, чтобы люди помнили и гордились своими односельчанами, которые посвятили себя служению Родине и сохранению мира. Мы сделали маленький проект, люди поучаствовали и решили построить крошечную часовню. Но когда начали строительство, мы ее начали двигать, раздвигать стенки, делать новые проекты. И в итоге у нас получился маленький храм. После выступления гостей и небольшого концерта собравшиеся почтили память всех тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Далее участники мероприятия возложили живые цветы к памятнику. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гюльнара Балаева, ВИДНЭТВ. Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, сотрудники администрации, представители территориальных отделов в преддверии Дня Победы поздравляют ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Подробности в нашем следующем сюжете. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и представители территориального отдела Горки Ленинские поздравили с наступающим Днем Победы жительницу деревни Белиутово, бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских концлагерей Любовь Подосенову. Здесь даже надпись «Спасибо за стойкость». Правда, это плед. Спасибо. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья всем-всем. Что не забывайте. Следующий. Бабушек. Это от администрации вам подарок и открытка от губернатора и от главы Ленинского Москового округа. Все люди, пережившие войну, помнят бомбёжки, пожары и голод. За чашкой чая Любовь Григорьевна рассказала о своей нелёгкой судьбе. Как в 1943 году, когда ей было всего шесть лет, она попала в концлагерь под Смоленском. Брат прибежал и говорит, мама, скорее, вы среди собирай. Там, говорят, немцы приехали. Ну, мы в чём были, то мы и вышли с улицы на улицу. А наших этих полицаев было, а откуда они только взялись? Больше, чем немцев. Это кошмар. Им приказали, поджигайте хаты. Раньше называли хаты. И хаты наши горят. Я кричу, мама, наша хата горит. Скотина орёт. Всё, вообще караул было. В это же время депутат Совета депутатов Максим Арапов вручил подарки и произнёс тёплые слова в адрес председателя общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Любови Платоновой. От администрации Ленинского городского округа, от губернатора, от Совета депутатов, от меня лично. Да, спасибо большое. Поздравляем вас с праздником, 9 мая. Спасибо большое. И хотим... Трудно. Да. Вам низкий профиль. Тяжёлое детство, полное испытаний навсегда закалила Любовь Ивановну. Сейчас она отдаёт всю свою энергию на развитие общественной организации и занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В преддверии Дня Победы она всегда испытывает сильнейшие эмоции. Необыкновенная счастье, необыкновенный подъём и необыкновенная благодарность вот нашему родному округу, родному городу и родным людям, которые мы... мы действительно... наш замечательный округ, мы как одна семья. Спасибо. Депутат муниципального совета Павел Русаков зашёл в гости к жительнице города Видное Наталье Минаевой. Женщина была благодарна за оказанное ей внимание и поддержку. Мы вас сегодня торжественно пришли поздравить. Спасибо вам огромное. А во время войны Наталья Алексеевна жила в блокадном Ленинграде. Несмотря на раннее детство, события тех дней остались в памяти. Склады с продовольствием были сожжены. И наступил самый тяжёлый период в городе, потому что наступил голод. Есть было нечего. И хотя мне было три года, я чётко помню, когда в три часа дня мне давали мои 125 грамм хлеба. Это я чётко помню. Местные власти обещают, без внимания накануне 9 мая не останется ни один ветеран. Дмитрий Книга, Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. У памятника погибшим сотрудникам милиции в 1941-1945 годах прошла акция «Поклонимся», в которой приняли участие сотрудники терротдела «Видное Расторгуево», служащие Росгвардии, воспитанники спортивного клуба «Орлёнок» и местные жители. Мероприятие стало частью марафона памяти, который был проведён в Расторгуевской части города «Видное» накануне Дня Победы. В канун Дня Победы сотрудники терротдела «Видное Расторгуево» посетили все памятные места, находящиеся на своей территории. У памятника погибшим сотрудникам милиции в 1941-1945 годах прошла акция «Поклонимся». Мероприятие мы тем самым показываем, что мы остаёмся верны памяти наших предков, что, естественно, все жизни, которые были отданы нашими дедами, все эти жертвы не зря, что мы чтим их память, что мы их наследники. Сегодня, вспоминая Великую Отечественную, нельзя не говорить о событиях нынешних лет. Две войны эхом отзываются в сердцах людей. В 40-х годах, когда началась Великой Отечественной война, мужчина из каждого дома ушёл для того, чтобы защищать нашу Родину. В то время тоже, как и сейчас, думали, что не будет войны. Сегодня, во время проведения спецоперации, правильно очень делаем, что мы, защищая таким образом нашу страну не у нас дома, а за пределами, пытаемся очертить черту, за которую люди с оружием не зайдут на нас. Сотрудница Росгвардии Ольга Хомякова пришла вместе с дочерью Сашей. Сегодня их муж и папа бьются с нацистами за Донбасс и Россию. Это тема войны, которая происходит сейчас, которая была на то время. Они как-то пересекаются. У нас муж, папа сейчас воюет, защищает нас, защищает Родину, чтобы у нас было мирное небо над головой, светило солнце, чтобы у детей не было войны, был мир. За мир, за чистое небо, за счастливое детство наших детей. Слова-лозунги, искренне и чисто звучавшие у обелиска, попадали в самое сердце. Мир солдат защищаем, жизнь за нас они отдали, сохраним сердце своих, память светло о них. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ В преддверии праздника Победы в Ленинском городском округе стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Представители местного отделения партии «Единой России» и активисты «Молодой гвардии» поздравили жителей города Видное с наступающим 9 мая и вручили им символ Победы. Участникам патриотической акции рассказали об истории «Георгиевской ленточки». Особо отметили, почему именно она стала символом Великой Победы. Напомнили о правильном ношении и помогли красиво закрепить на одежде. Планируется раздать свыше 5000 ленточек в разных уголках Ленинского городского округа для всех желающих жителей, для всех, кто гордится нашей страной, нашими предками, нашей историей. И мы готовы такой символ Победы донести до каждого нашего жителя в этот праздничный день. К акции присоединились люди разных возрастов и профессии. Свои белые халаты символом украсили и врачи Видновской районной клинической больницы. В Ленинском городском округе завершился конкурс смотра, строя и песни «Салют Победа». Перед требователем жюри предстало 13 команд, собранных из лучших учеников школ муниципалитета. Патриотизм, любовь к родине – в этих ребятах есть все, чтобы нести гордое звание гражданина России. О результатах, финалах и впечатлениях участников расскажет Юлия Поготьян. В ведущие мероприятия провозгласили. Смотр строя и песни, посвященные 78-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым и участники конкурса с стройными рядами прошли по импровизированному гладцу. Строевым шагом марш! В финал окружного конкурса вышло 13 команд. В каждой из них лучшие из лучших. Ученики с высокой успеваемостью, участвующие в общественной жизни своей школы. Истинные патриоты родины. Многие состоят в движении юнормейцев. Это действительно наследие предков, которое в них передано. То, что в них заложили и то, что они воспитываются в правильной традиции. Они понимают, что такое воинская слава, что к чему надо стремиться, что в будущем это пригодится и моменты дисциплины. Ведь мы же сейчас не говорим о том, что, условно говоря, они будут в будущем маршировать на плацу. Они могут и не делать этого. Но как навык и как развитие определенных способностей, в том числе и когнитивных, и образование нейронных связей, это здорово. Все по-взрослому. Ученики напряжены. Это последний шанс проявить себя. Первое выступление – приветствие команды. Второй проход – исполнение песни. Председатель жюри, руководитель боевого братства Ленинского городского округа Владимир Писаченко отмечает. Видно, что все ребята стараются. В канун предстоящего праздника Девятого Победа хотелось бы поздравить всех с великим праздником, пожелать всем здоровья, удачи, успехов, ученикам успехов в учебе, всем остальным мирного неба под головой, а военным – скорейшее завершение специальной военной операции с победой. Поздравляю всех. Оценивать выступление команд – дело непростое. На жюри ложится большая ответственность. Баллы ставятся по нескольким критериям. Единая форма, выполнение команд, прохождение строем, и прохождение строем с исполнением военной песни. Конкретно вы на что больше обращали внимание? Я больше обращал внимание на единообразие формы, на прохождение строевым шагом и на песню. Большое впечатление на жюри и зрителей произвела команда и школа номер 9, и ее совсем – юный командир Иван Толстых. У нас был смотр строя и песни в школе, на школьном уровне. Там я отличился, и теперь я командир. Коллектив отличный, они все понимают, они слаженно работают, друг за другом, поэтому все хорошо. Но в этот раз удача улыбнулась другой команде. Победителями стали ребята из Видновской школы номер 11. Я чувствую просто шок. Мы с командой тоже все в шоке. Готовились мы недолго, потому что узнали тоже незадолго до этого. Буквально у нас сегодня немножко поменялся состав, но я очень удивлена, что мы выступили отлично. Я даже очень горжусь своим отрядом. Я рада, что мы заняли первое место. Я даже слился, что держать не могу. Ура! Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно этого. В Видновском сквере «Юность» новая экспозиция. Выставка посвящена 80-летию победы в Курской битве и ее героям, участникам тех событий, нашим землякам. Наша съемочная группа побывала на открытии. Знаменитая битва на Курской дуге, включавшая в себя важнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны, окончилась крахом немецкой военной операции «Цитадель» и окончательной потерей захватчикам стратегической инициативы. Именно этому поворотному моменту в историю нашей страны посвящена новая экспозиция, открывшаяся в Видновском сквере «Юность». Мы рассказываем здесь историю самой Курской битвы, показываем фотографии наших земляков, принимавших участие. И самое интересное, что здесь можно познакомиться с воспоминаниями наших земляков, принимавших участие в Курской битве. На четырех стендах представлено 49 фотографий и выдержки из воспоминаний героев Курской битвы, наших земляков. Командир медчасти, видновчанин Алексей Крыков, в ходе Курской битвы получил тяжелейшие ранения. Осколки снаряда попали в голову, трахею и грудь. С осколком под сердцем он дожил до 99 лет. Оперировать было нельзя, рассказали его внучка и правнучка, присутствовавшие на мероприятии. Он на своих плечах очень много вынес поле боя. Вот в Сталинграде точно знаю, потому что интересовалась историей. И он получил там орден Красной Звезды за то, что он сохранил роту. Он 23 человека вытащил на себе. Еще один наш земляк, гвардии старший лейтенант Григорий Семенов, прошел всю войну от Москвы до Берлина на танке Т-34. Участвовал в освобождении Харькова, Сум, Старого и Нового Осколов. Когда он ранен, мама посещала его в госпитале, который папу лечил. А Бурденко, он был сильно ранен и контужен. Он прошел всю войну, закончил войну. Комиссовался в Берлине. И ему дали направление на наш московский коксо-газовый завод. Каждая фотография на выставке, каждый портрет и воспоминание – это история личного подвига, преодоления и победы. Прикоснуться к ожившей истории и познакомиться с экспозицией можно до середины июня. Спешите видеть. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Съемка очередного эпизода проекта «Стихи живут повсюду» получилась не совсем обычной. Напомним, что в рамках проекта представители различных трудовых коллективов и общественных организаций читают стихи российских поэтов. В этот раз чечцами выступили ветераны боевого братства. Совсем недавно они вернулись с зоны проведения СВО. Отвозили бойцам очередной груз. В этой поездке к представителям Ленинского отделения ветеранской организации «Боевое братство» присоединились побратимы из Норильска. Вместе они решили принять участие в проекте «Стихи живут повсюду». Эти слова, эти стихи, они от души идут. Это все ради наших ветеранов Великой Отечественной войны. Мы их уважаем, любим, бережем, храним память о них. И стараемся передать это нашему будущему поколению. Этот выпуск проекта «Стихи живут повсюду» приурочен ко Дню Победы. Поэтому не случайно представители общественной ветеранской организации «Боевое братство» для чтения выбрали стихотворение Сергея Михалкова «Мой боец». Ты зайдешь в любую хату, ты заглянешь в дом любой. Всем, чем рады и богаты, мы поделимся с тобой. Потому что в наше время, в дни войны, в суровый год, дверь открыта перед всеми, кто воевает за народ. Кто своей солдатской кровью орошает корни трав у родного Приднепровя, у Донецких переправ. Никакое расстояние между нами в этот час оторвать не в состояние, разлучить не в силах нас. Ты готовил пушки к бою, ты закапывался в снег. В Сталинграде был с тобою каждый русский человек. Ты сражался под Ростовом, и в лишениях, и в борьбе. Вся Россия добрым словом говорила о тебе. Ты вступил на Украину, принимая грудью бой. Шла, как мать идет за сыном. Вся Россия за тобой. Сколько варежек связали в городах и на селе, сколько валенок сваляли, только был бы ты в тепле. Сколько скопленных годами трудовых своих рублей. Люди честные отдали, только стал бы ты сильней. Землю эту, нивы эти, всей душой своей любя, как бы жили мы на свете, если б не было тебя. Финал съемки очередного эпизода проекта «Стихи живут повсюду» стал довольно неожиданным. Прежде всего для руководителя Ленинского отделения общественной ветеранской организации «Боевое братство» Владимира Песоченко. Наградить памятную медалью общественной организации «Пограничное братство» за отличие в ветеранском движении «Песоченко» Владимира Леонидовича. «Поздравляю вас!» «Выписать протокол!» «Спасибо!» «Служу пограничным братством Российской Федерации». Почти 3000 километров разделяют Москву и Норильск, но эти люди объединились, чтобы помочь нынешним героям и почтить память героев Великой Отечественной. Максим Козлов, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!